В 1925 году Феликс Эдмундович Дзержинский оказал помощь Днепровским металлургам. Долгое время после окончания гражданской войны не удавалось пустить завод. Некоторые спецы, поддерживаемые местными контрреволюционерами, всячески препятствовали его возрождению. И тогда в Москву председатель ФСМФ Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому выехала делегация. Феликс Эдмундович тщательно изучил материалы о состоянии Днепровского металлургического завода и распорядился послать туда специальную комиссию. В результате этой комиссии органами АКПУ были обезврежены вредительские гнезда на Днепровском заводе Юго-Стале. После присвоения Днепровскому заводу имени Феликса Эдмундовича Дзержинского за предприятием твердо закрепилось название Дзержинка. Феликс Эдмундович так не побывал в городе, но дела и образ Железного Феликса навсегда остались в памяти жителей Днепродзержинска. В моем детстве заводской гудок был таким мощным, призывным и одновременно тревожным, даже с угрозой в голосе. А может быть мне так казалось, потому что в доме дежурили по ночам, чтобы разбудить отца на работу, и дай Бог опоздает. Все знали, что за это бывает. А вот в детстве моего сына заводской гудок участвовал уже только в похоронах вождей, в минуты скорбного молчания. Теперь раскапываются эти могилы и без губками, и без скорби, и минуты молчания на раздумья не отводим. Не терпится, наверное, посмотреть, чьи кости уже сгнили, а чьи нет. Но вот заводской гудок в Днепродзержинске недавно восстановили. Правда, голос у него какой-то странный. То ли виноват, то ли бесправный. И слышен гудок только вблизи завода. Город не слышит его. Город теперь интересует не голоса заводских труб, а их небовитый выброс. Здесь стоял бюст Леонида Ильича Брежнева. И вот когда вышло правительственное решение о переименовании Брежневского района в Заводский, когда были, соответственно, сняты мемориальные доски на здании института, где он учился, на здании у проходной металлургического завода, где начинал свой трудовой путь Леонида Ильич, мы вынуждены были отсюда снять фонды бюст Леонида Ильича. Но, честное слово, и, наверное, это заметили и наши сотрудники музея, я даже поднимаюсь на этаж редко, потому что мне очень больно. Больно переносить это, потому что ведь было это в истории, ведь никуда не денешься. Оценка, может быть, дана разное время, дает свои отпечатки, но ведь то, что было, не уйти от этого. И вот приходят особенно старожилы, часто вопросы задают, почему здесь нет бюст Леонида Ильича. Моя мама всю жизнь преподавала русский язык. В русской школе, в доме, сколько я помню, тоже, в общем-то, говорили по-русски. Это такой порченный русский язык. Не с украинским акцентом, а порченный русский. У нас все так говорят в Непродзержинске. Ну вот однажды, это было уже в Ленинградской квартире, я вдруг услышала в маминой комнате украинскую речь. Чистейшую. Открыла дверь и обнаружила, что мама разговаривает по-украински. Сама с собой. Увидела меня и заплакала. Ничего не может объяснить, только плачет. Через несколько дней мама умерла. Я не знаю, может быть, все родители, наверное, все родители перед смертью что-то хотят завещать своим детям. Даже если не успевают сказать или не умеют сказать. Но вот с тех пор мне снится все время один и тот же сон. Мне снится, что в Непродзержинске цветут вишни. Вишни вообще цветут. Очень буйно, но коротко. Поэтому заводские дымы разноцветные не успевают их ни запачкать, ни уничтожить. А зацветает вишня в самом начале мая. Как раз к моему дню рождения. И если бывала ранняя весна, горожане очень так беспокоенно обсуждали, что это чревато заморозками. Он может убить вишневый нежный цвет. Не будет урожая. Хотя какой проб от вишни на городской улице. Даже самый урожайный. Знаете, когда народ соберется, и возмущенный страшно. А, сами под дачем гуляют, на машинах ездят. А в городе ничего, только вот мучите людей, значит. Нашелся лидер. Как всегда в таких случаях он находится. И повел всю эту массу. Идемте в горком. А что в горкоме, кроме дежурного, никого нет? Давай бить окна. Все побили. Брали эти урны из цемента сделанное, разбивали их тут же, и огромнейшие окна полетели в горкоме партии. Это страшновато. Очень страшно. На том самом месте, где сейчас горком партии, стояла кузница моего деда. Не знаю, ирония судьбы это и закономерность все же, но кузницу деда тоже громили. Во времена НЭПа. Ну, а первый раз, конечно, в революцию. Причем вот громили односельчане. Ну, не имущие, в общем. Те, которые были не кем, а должны были стать всем. Тарательно так перековывали деда, как буржуазный элемент. В глазах революции дед действительно был настоящим буржуем. Двухэтажный дом, лучший в селе. Четыре лошади. Да еще собственная кузница. А в доме, говорят, даже золотишко водилось. Я помню такой смешной случай. Мама сшила мне для телевизионной передачи новое платье с необыкновенным кружевным воротником. Коллеги все удивлялись, откуда такая красота. По-моему, даже передачу забыли оценить. Я спрашиваю маму. Она смеется. Это говорит, у твоей бабушки, жены, значит, сельского кузнеца, кружевное английское манто было. Манто. Длинное, до пола, ручной работы. Ну и мне, значит, кусочек наследства достался. А от деда в наследство остался кузнечный инструмент. Этот инструмент он после очередного погрома привез на телеге домой и аккуратно так сложил в подвале. Все на что-то надеялся. На что надеялся? На что стави на папері сумними рядами Час ветер не развиял? Спасибо, что приезжали к нам. Все хорошо, что земляки не окажутся, не лежат. Как было после разлука этих денег? Ну, вначале я, в общем, когда приезжал, первые годы, уже, конечно, тасковал. Потом постепенно. Ты куда мы идем? Худшую сторону, лучшую? У меня его, есть его вида постарайки? Ну, вначале мне казалось, вот как-то все-таки размах был большой. А сейчас вот, ну, может, я не все видел так, но как-то скромно немножко. Ну, может быть, мне кажется. Может, в других местах. Я видел не все районы. Вот туда я не ездил. Там же новый район. Мне интересно там, конечно, побывать. Я был, когда там было 10-20 домов. Это же почти ничего. Ну, сейчас же 63 тысячи живет. Сколько? 63 тысячи. Это же Новый Город. Практически 63 тысячи. Многие знают вас здесь. Вы говорили, что поедут, интересовались. Ну, мне сами рабочие послали учиться. Я говорю, иди учись. Ну, вот ты можешь там петь, давай учись. Тебе надо учиться. Сами мне сказали. Ну, ведь я, в общем-то, сам-сам, но мне еще толком... Ну, пусть и ухо было, да, рабочего класса. Это непросто. Вот. Ну, легкая рука, Говорят, что поет наш смертальный колб. Говорят, что смертальный колб. Не смертальный колб. Наш смертальный колб. Я пел еще вот в коре, вспоминаю вот, песню, которая вот необыкновенно у меня трогала тоже. Она такая, еще такая вот душевнее, еще такая вот в полголоса как бы поющая. И когда хор поет, но он голос, она вообще очень красивая. Это Думы мои. И когда хор поет, С приближением фронта наша семья пыталась уйти из города. Закопали в погребе ценности. Собственно, ценность была единственная. Швейная машинка марки Зинкер. Дома любили рассказывать, что машинка досталась почти бесплатно, потому что накупили ее в рассрочку, а тут как раз первый износ, когда сделали, началась война с немцами. Первая война. А бабушка часто вспоминала, как продавец ездил поселом и рекламировал эту машинку. Он прострачивал на ней тончайшую такую ткань, крепшершет называлась, я запомнила. А потом, тут же ничего не переналаживая, прошивал свинцовую пластинку. Ну, в общем, закопал дедушку эту машинку, прягся в тачку с пожитками, и мы отправились, куда глаза глядят. Только вышли из города, и тут колонну беженцев нагнал немецкий самолет. И стал нас расстреливать из пулемета. Помню, как мама металась с заросля кукурузы со мной на руках, а братик, он был постарше, бежал сзади и страшно кричал. Как он кричал? А потом крик оборвался. В общем, все, кто уцелели, вернулись в город. К нам на постой определили немца. Я так понимаю, в каких-то низших офицерских чинах. Правда, он приходил только, в общем, ночевать. А кормились мы тем, что бабушка выменивала на всякое барахлишко через Днепр, когда Днепр сомнился, на саночках возила в село и там меняла. Однажды уже не на что было менять. И тогда откопали швейную машинку. Как с ней прощались. То есть, в доме стоял стон и плач. Пока дедушка прилаживала ее к саночкам. А в это время немец вошел. Вернулся зачем-то, что ли? И вдруг стал размахивать руками, так что-то кричать. Ну, еще никто ничего не понимал, конечно. Только слова некоторые различали. Зингер Гуд, Зингер Найн. Потом убежал и вернулся с продуктами. И с тех пор каждый день, почти каждый день приносил еду в дом. А меня кормил отдельно. Посадит на колени и следит, чтобы я вот все-все съела, что он дает. Один немец убил моего братика. Другой немец. Спасал меня от голода. А главная контора Зингер, кстати, находилась на Невском проспекте. Рядом с домом, в котором я теперь живу. Вы знаете, такой тяжелый вопрос вы мне задали. Здесь уже был бюст, отображал тот период, когда Леонид Ильич был генеральным секретарем. И вот, идя в ногу с правительственными постановлениями, мы посчитали, что мы должны снять здесь бюст. Одинаково эти бесконечные вопросы, эта мысль мучает, что историю ведь не переделаешь. И поэтому, когда у нас сначала вот сняли мы бюст, занесли его в фонды, он у нас аккуратно там хранится, как и все фондовые материалы, была мысль, чтобы немножко срезать постамент и на этом месте разместить альбом с фотографиями героев Советского Союза, наших земляков. Прошло уже пару месяцев, как мы сняли бюст, и вот, знаете, все никак не поднимается, рука, как говорится, чтобы снизить бюст и выполнить вот тот замысел, который был первоначальным. Был у меня любимый дядя, дядя Толя. Собственно, он был всеобщим любимцем. Когда приходил дядя Толя, это всегда праздник. А как он пел украинские песни с дедушкой на два голоса. Но приходил дядя Толя редко. У него была ответственная работа, так мне объясняли. И еще он был очень болен. Странная такая болезнь. Время от времени все его тело покрывалось экзаменными струклями. С ног до головы буквально. Его увозили в санаторий, вылечивали. Он приступал к работе. А через некоторое время история повторялась. Дядя Толя работал в органах. Помню, среди родственников случился такой настоящий переполох. узнали, что к дяде Толе явился некий молодой человек, сказал, что любит его сестру и хочет на ней жениться. Но при этом честно признался, что он сын дорога народа и еще по национальности поляк. Ну, что тут было? Одного того, что поляк, уже было достаточно, потому что семейство еще расхлебывало историю, когда тетя Ванда, это значит, жена дедушкиного брата. Умудрилась эта тетя Ванда написать в анкете, что имеет родственников за границей. И вообще, дескать, зачем они свалились на нашу голову, эти недобитые поляки? Ну, то, что недобитые, это точно. А вообще, поляки свалились в эти места ровно сто лет тому назад. Эта польско-бельгийская концессия построила здесь металлургический завод. Ну, так и город начинался с этого. Поэтому фамилии моих одноклассников, просто знакомых ребятам, всякие Василевские, Малиновские, Душинские, это было, в общем-то, в порядке вещей мы даже не обращали внимания. До того момента, когда случился этот визит сына врага народа. В общем, дядя Толя думал три дня. На четвертый день он благословил свою сестру на этот брак и принял в семью сына врага народа. А однажды, вернувшись в очередной раз из санатория, дядя Толя снял у чужих людей квартиру, заперся там и покончил с собой. Моего братика младшего назвали Анатолием в честь дяди Толи. Это значит, наверное, что брат должен с честью носить это имя. А вот как быть с честью самого дяди Толя? Мы ведь знаем, что он ни в чем не виноват. Мы знаем, что он в чем-то виноват. музей истории города Днепродзержинска основан в 1931 году, но работал он раньше в здании бывшей православной церкви. В 1979 году началось строительство нового здания музея, в котором мы ныне находимся, и 1 февраля 1985 года была открыта экспозиция. Общая площадь экспозиционная в музее 4200 квадратных метров. Огромная работа проведена большим коллективом разнообразных специалистов, пока вот это здание с такой экспозицией необычной, я бы сказала, экспозиции начало работать. Причем, если учесть, что одновременно работало где-то около 120 организаций, это и строительные, и технические, и оформительские, ведь не было нигде в стране еще готового комплекса технических средств, поэтому одни части технического оснащения привозили с Амарканд, другие заказывались в Ломово, допустим, Ленинград, оптикомеханическое объединение Киев, Москва и так дальше. Почему так, думаю, что с современным посетителем, особенно с молодежью, надо говорить языком современным. С помощью технических средств повышается эмоциональность восприятия и эффективность работы, идеологической работы значительно выше при этом. посетитель поднимается по парадной лестнице, которую мы тоже своеобразным экспонатом называем, потому что она полностью изготовлена руками наших днепродзержинских рабочих, на наших предприятиях изготавливалась, собиралась здесь руками днепродзержинских мастеров, а если учесть, что она состоит 9897 элементов, то понятно, насколько сложна эта лестница и одновременно она символ индустриального города. Что держит человека на земле? Дедушка говорил так, вот внучка окончит школу и умирать можно, вот внучка окончит институт и умирать можно. В общем, главное было для него дать мне образование. А бабушке продлил жизнь, как и странно переезд в Ленинград, когда родители решили дышать свой век рядом с детьми и внуками. Но с каким страхом они покидали родные места, для стариков это было в полном смысле чужбина. Даже не чужбина, по-моему, другая планета. И вот 86-летняя бабушка первой храбро бросилась в сутолок в огромного города. первая освоила систему магазинов, наладила хозяйство. Она перезнакомилась с соседями по дому, где люди подчас живут десятилетиями на одной лестничной клетке и даже не здороваются друг с другом. А мама после инфаркта, я считаю, подняла с больничной койки рождение внука. Но в самом деле она говорила, эти непутевые родители, они при своей занятости разве обеспечивают ребенку должный уход и, главное, ласку. А вот отец после выхода на пенсию прожил совсем недолго. Зарабатывал на эту пенсию каторжным трудом на заводе. Возвращался после смены прямо в рабочей спецовке, наскоро мылся, вливал в себя два стакана водки, заедал обедом и валился на койку до следующей смены. Но пенсию ему действительно определили хорошую 120 рублей. Мама со своим 35-летним учительским стажем просто нищей была по сравнению с ним. Ей положили 56 рублей. Ну вот, сказал отец, теперь мы на старости лет не будем обузой для детей. Теперь можно жить. Домино не стало играть. Книжки не приучен был читать. Наедине было как-то скучно с собой. в общем, кончилась каторга и ушел с месяц жизни. А, у меня знаете, что такое? Это все моя переписка с откомом из ЦК. Такая глупая-глупая переписка. Я говорю, такого не было, они никакого внимания. Так дико страшно. Когда я Смирнову освободила с классного руководства, а Гордиенко первая сказала, не тронет эту семью. Ты же знаешь, что это за семья, не тронет ее. Я говорю, так и меня трогаю, родители трогают, ученики. Десятиклассники прошли в Горкомпартии просит снимите ее от нас. Уберите, она не годится. Понимаете, Смирнова это дочь Смирнова, который пел дефирамбы Брежневу всю дорогу. Он с ним работал в 20-е, 30-е годы в Днепродзержинске. До репрессии, когда Хатаревича репрессировали Днепродзержинского первого из всех секретарей забрали, Брежнев выскочил туда, в обком. Ну, а Смирнов же так и остался здесь в аркоме в Днепродзержинске. Они оказались очень друзьями, страшными друзьями, великими. И я такую семью обидел. Смирнова от классного руководства освободил. Боже мой, разве можно такую семью трогать? Гордиан подводит, узнает, эту семью не надо. Ты что трогаешь? Не тронь эту семью. Говорит, я же трогаю. Люди трогают. Это уже второй случай у вас же. Первый раз были родители и ученики. Вы разогнали, класс закрыли. Детей разогнали из школы, которые взбунтовали против Смирнов. А теперь чем кончится, не знаю. Но кончилось тем, что ответил директор. За все. Это мне осталось четыре месяца до работы, до пенсии. Освободили от директора, я рядовым учителем кончал свою эпопею на педагогическом поприще. И как 60 лет, как ушел, больше я никогда в школу не возвращался. На всю жизнь отбили охоту. Вообще, дико страшно даже подумать. Я никогда, вы знаете, не думал, что вот так партии могут действовать, так сказать, вот эти функционеры, самые настоящие. сидят и в кабинете напишут о человеке, что хотите, что хотите. Не выходя на место, где там человек работает, с кем работает, поговорить с людьми, абсолютно ничего. Пишут, что хотите. И тоже подписывают. Вот сейчас, помните, я говорил персональное дело еще, нашел я его. В Киеве она оказалась. Нашел это персональное дело к этому председателю комиссии партийной. Я говорю, как можно вот это вот подписывать? И подписал же заведело и с кем завод делом пропаганды тогда был. А он же был на партсобрании, хвалил школу и все прочее. И вдруг время такое. Было время такое, объяснил мне председатель комиссии. Как солнце заходит, так Сталин уходит, любимый, родной, дорогой, прощаться навеки. Не могут с ним дети. Он с нами, он здесь, он живой. Меня поставили на трибуну, украшенную черными лентами и заставили читать эти стишки на митинге. Я почему-то очень сопротивлялась. Мне казалось, что я как бы для себя это сочиняла. И вообще было как-то страшно. Огромная толпа, некоторые люди плачут. С тех пор не люблю митингов, съездов, всяких массовок, шествий, спортивных зрелищ. Вот даже церковные молебны, когда они массовые, действуют на меня как-то устрашающе. И вообще вот что за привычка у людей сбиваться в кучи в поисках общего врага или общего избавителя. Он с нами, он здесь, он живой. Если есть понятие культура власти, должно быть понятие культуры подчинения. ВСЕМНОЕ ПЕСНЯ ВСЕМНОЕ ПЕСНЯ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У меня муж русский был Дядь русский У меня русский муж был Я и читать не умею Никто не умеет по-польски Отец поляк и матка поляк Здесь начал строиться завод Вот этот завод Польско-бельгийский Да, да И все люди, кто только вот такие молодежь Приезжали и жили в землянках здесь Потом в бараках жили А здесь ничего не было Ничего абсолютно не было Когда началась голодовка Завод закрыли Да Отец пока мог продержался Потом уже не смог Забрал самую меньшую сестру И уехал А мы остались Двоем Мы остались двоем Она была же там Можем и я Каждый день Встаешь утром Того забрали Того забрали Того забрали И я подошла А он не слышит Что пришли за его душой Что? Ну уж Он же спит Он с работы пришел А? Я говорю Пришли за твоей душой Ну мы знали Там уже кровом брали Ну он как Сел В трусах На стуле Так и не поднимался Так трусило И отрывало Я его одевала Обувала И забрали Мешок ему положила То есть там На смену И по сегодняшний день Тридцать год А потом Ну я кто Рыберитана Прошла на работу А ее не берут нигде Нигде Даже в уборщице А я не работала Ну сорок Сорок лет мне было Ну Это была суббота Двое детей Я значит До прокурора В воскресенье Мы никуда не вышли В школу дети не пошли Хлопец был в десятом классе А девочка была Леля в пятом Боя Стедились Боялись Ну конечно Как смотрели Ну как могли смотреть на нас Моего мужа тоже репрессировали Когда там Пришло что Ребилитация Там не я одна А много Ну Я вот это До Лели так Говорят Правду Чувствую Не то что Я же говорю Я этих денег Не хочу Делайте со мной Что хотите А он говорит Мама Меня же наталкивает Там же такие Именно А инфо Ну да Директор Всего Ребята Ну они Пошли И достали За два месяца Уплатили Их заработок Ну Она принесла Я даже Бублика не купила За пять копейок За эти люди У нас в городе церкви не было Ну то есть она была Ну там располагался Склад Потом Революционный музей был Потом снова склад Ну в общем Как везде И только во время войны Когда немцы Оккупировали эту территорию Они в церкви Открыли церковь И вот моя бабушка Однажды Приодела меня Причесала Взяла за руку И повела В церковь Причем тайком От всех Я вообще не знаю Как она на это решилась Потому что Она безропотно давно Смирилась с тем Что в доме Зятя коммуниста И дочки Учительницы Не то что иконы Не может быть Но и поминать Бога нельзя Как она решилась Я не знаю До сих пор не знаю Может быть потому что Шла война А может быть потому что Именно в этот день Маме Из комендатуры Принесли повестку Явиться в школу Которую немцы Тоже открыли Украинскую школу Причем приказ был Явиться Что называется Под знаком смерти Но мы вообще-то Была не робкого десятка В доме рассказывали Что когда она Вела занятия Еще во время Гражданской войны В школе Которая Почему-то помещалась В огромном таком Амбаре В ворота этого Во время урока Ворвался Прямо на конец Шашкой на голову Какой-то пьяный бандит То ли красный То ли белый То ли Жевто-блакитный Власть там менялась Каждый день И вот мама Не испугалась Она такая маленькая Хрупкая была И вот она Не испугалась И скомандовала Детям своим Как на фронте Ложись В общем Обошлось тогда Без потерь И этот ультиматум Явиться в школу На работу Она конечно Выполнила Не из страха Просто сказала Там ведь мои дети И пошла к ним И хотя школа Просуществовала Всего несколько Недель Но после войны Маму Несколько раз Награждали Всевозможные Представляли Всевозможным Наградам Но документы Возвращались Неизменно Мало того Что жила На оккупированной Территории Так еще Дескать Работала На немцев Работала На немцев Все-таки Как все наши Воины От гражданской До афганской Удивительно Похожи Своими Братоубийственными Тылами Слава Товарищи Металургам Ура Товарищи Гори 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 Автомобилистам Зержиньи Ура Товарищи Ура Все Ворачивай Я вот не могу понять Какая-то вина Вот перед Родиной А в чем Не могу понять В чем я провинилась А в Воскресе Родина Сильное чувство Очень сильное Вы знаете Я за свои Вот 66 лет Прошел Страшно тяжелый Путь Ужасный Ну что такое Емецкий плен Это вообще Неописуемо Это ужас Это ну вот На положении Какого-то скота И хуже За скотом То лучше немцы Ухаживали Чем Относились К нам Русским Русский Свинья Больше никакого имени Мы не имели От них От немцев И вот Американцы Освобождают Кто такие Американцы Это немцы Русские Украинцы Поляки Вот Англичане Англичане У них Какое-то отношение К человеку Но Единственное К немцу Конечно Они относились По-другому А вот Очень уважали Русских Украинцев Вот проходилось Встречаться С украинцами Конфеты Какие хотите Конфеты Любые Обеты Шестнадцати Блюд Выбирай Первое Второе Их наименование Три Четыре Борщ Суп Такой Эдакий Здесь Лангета Скалоп Здесь Отбивные Здесь То другое Третье Ну что вы хотите Какие хотите Соки В такую Жизнь Окунулся Кажется Живи Я прошел Из Лотарингии До Австрии С американскими Войсками А вот Когда Третьего Мая Произошла Встреча Американцев С советскими Войсками Вы знаете Так меня И тянет Немедленно Туда На родину Что за чувства Я пришел К своему Непосредственно Начальнику Американцу Лейтенанту И говорю Отправьте меня В советскую комендатуру Любого города Она меня посмотрела Через переводчика Украинца Куда ты Разруха Голод Страшное И куда тебе В Америку поедешь Жить будешь Задумался я Конечно Но нет Все равно На родину Нет Извините Вот спрашиваются Я знал Куда я еду Ну что такое СССР Значительная часть Территории Под оккупацией Немцев Да я же знал Ее до войны Я знал эти Я ненавидел Сталина За отца Все там У меня было В крови Меня никуда Не пускали Меня везде Прожимали Ой Я расскажу Еще как я В комсомол В 1939 Году Вступал А все таки Родина Моя сродина Как ее Объяснить Ну кажется Ну все У тебя Материально Живи Пожалуйста Вот все А нет Все таки Нет Тебе тянет Туда Кому ты Понадлежишь Я же приехал Сознательно Все бросил Все оставил Вот сколько Помню В семье Вечно Не хватало Денег И мама Вынуждена Была Подрабатывать Шитьем Она Подрабатывала Ночную Смену Проверят Выченические Тетрадки За машинку Среди На меня Обрушилось Неимоверное Богатство От Рокола Кента До Саврасова От Ван Гога До Врубеля Я не знаю Я листала Эти Многочисленные Альбомы Монографии Перебирала Открытки И Как Зачарованная Слушала Рассказы Ленинградца Архитектора Наконец Выбрала Княжну Тараканову Ну это Вот Когда Она В камере Петропавловской Крепости Во время Наводнения Но Мой Выбор Обескураживал Всех Меня Отговаривали Недоумевали А я Не могла Глаз Оторвать От Ее Беспомощно Запрокинутой Главы От Этой Крысы Ползущей Из воды К ее Пурпурному Платью Но Оказывается В этот День Я Сделала Еще Один Выбор Я Выбрала Ленинград Ну если Там Такие Люди Живут Как Этот Архитектор Значит Там Все Такие Кстати Репродукция Его Я Сохранила Хорошо Что Сохранила Потому Что Теперь Когда Я Смотрю На Эту Княжну Тараканову У Меня Возникает Иногда Ощущение Что Я Самозванка Вроде Этой Самозванной Царской Невесты Столько Лет Вообще Получала С экранов Телевизоров Как Строить Дамбы От Наводнений Или Как Их Не Строить Как Как Выполнять Пятилетки Или Как Их Переуполнять Как Наконец Воспитывать Детей Как Создавать Семьи А может Быть Это Мы Ему Навязали Эту Роль Ну Такие Как Я Или Такие Как Работники Музея Города Днепродзержинска Которые Решили Пригласить Оформителей Ну Непременно Из Ленинграда В конце Концов Каждый Отвечает За свою Душу Сам И Человек И Город Не знаю Почему Люди Когда Умер Плакали А потом Начали Много Пишут Много Говорят О том Что Он Неправильно Вел Поэтому Недопонимают Люди А не Понимают Что Человек Защитить Себе Ни в чем Не может Он же Лежит Беззащитно Что На него Все Можно Говорить Ну Если бы он Руководил Один А то Теперь Можно На него Говорить И звонит И все Ведь Ну Все Можно Говорить Правда И сколько У нас И неправильности Сколько Людей И судят И все А потом Оправдают И прокуратуру И все Ну Теперь На упокойник Он же Не может Ничем Отказаться На него Сейчас Можно сказать Ну Всячески Разе Ну Нет Его Вот Кто-то Стоит Его Кто пройдет И бандитом Назовет Да Кто Хорошим Человеком Да Цветы Ложат Каждый раз В субботу Всегда Ложат Цветы Всегда Вот эти Молодожи Вот Свадьбы Когда Да Всегда Заносят И ложат Каждый день Вот Вчера Позавчера В субботу Были очень хорошие Я принимала Уже засохли Вот сегодня Цветы Каждый раз Цветы Ну вот Все На моей В моей жизни Все это было Уж Господи Помучилась И тоже И За доблестный труд Награждена была В 41-45-е годы Да И ветеран труда И вот И сейчас Приходится работать А сейчас У дочки Муж больной Трое малышей Приехала сюда С России Работала И вот Все я испытала На своей жизни И вот Мне так Все это не нравится Зачем Поминаю Эту покойника Ну зачем Ну неправильно Не по-христиански Нет, нет, нет Не по-человечески Так зачем Странно, конечно Спустя 30 лет Приехать в родной город И увидеть в окне Своего детства Объявление Продается квартира Первым побуждением Было купить Потом вопрос Зачем Зачем возвращаться На родину Где вроде Как все Твои корни А ты Все равно Чувствуешь себя Как на чужбине Есть, конечно Еще чувство Вины За все эти годы И так честно Сказать Я ни разу Не пожалела О покинутой Родине Более того Со сладострастием Выкорчевывала Из памяти Воспоминания Об этом деревенском укладе Промышленного города С его погребами Вырытыми Во дворах Многоэтажных домов С его убогостью Единственной библиотеки Радостно Избавляясь От непродзержинского Акцента Я высокомерно Жалела Сверстников Которым Не удалось Вырваться А вырывались Ведь правдами И неправдами Цепляясь За крупные города России Украинские центры И даже Стольный Киев Они котировались Как-то ниже Престиж Причем Никто же нас не гнал Не принуждал Сами И в самом Днепродзержинске Украинские школы Имели только Начальные классы Но это для быдла Так обзывали Жители Огресных сел За счет которых Пополнялась Заводская рабсила Школьные учителя Тоже Вколачивали В нас знания Выколачивали Для нас Медали Всеми силами Старались Вот нас Как-то Вытолкнуть В большой свет Боялись Что ли Что нас Задушит Родной город Или надеялись Что мы Станем сильными И вернемся И поможем А как помочь Самой бы Выпутаться Из мучительных вопросов Вот разыскал Вот разыскал Своего старого Учителя Чтобы излить душу А выяснилось Что разыскал Для того Чтобы Выслушать Его Исповедь Исповедь Иде твоя А ты не понимала Про что я запитывала Олега Не знаешь Украинской мови Два кольяры мои Два кольяры Оба Наплодни В души мои Оба Два кольяры мои Два кольяры Червоных Любовь А черные Тожурбан Мой отец В политических разговорах Никогда не участвовал Но вот Когда при нем Обсуждали Брежнева Он всегда Делал одно и то же сообщение Я с ним Голубей гонял Леня был Хорошим Голубятником Но говорил это Он каждый раз С разной интонацией Вот если Правители ругали Отец Как бы защищал его Дескать Леня все же Был хорошим Голубятником Ну не все В человеке плохо А если Хвалили Отец Как бы выражал Своё недоверие Вот мол Леня Был хорошим Голубятником А в остальном Сомневаюсь Когда же Водрузили В городе Бюст вождя Да еще Поставили его В одной аллее С Прометеем Отец Выдал свой Комментарий Уже С какой-то Угрюмой Тоской Леня Был Хорошим Голубятником Однажды Отец Совершил Такой поступок Это было Юбилей Победы По-моему Сорокалетие Праздновали В общем Вышло такое Постановление Партии Правительства Выдать всем Ветеранам Подарки Подавали В жилконторах И вот Отец Принес Шесть Чашек С блюдцами Красивые Такие Чашки Расписанные Желтыми Такими Листьями Золотыми Водками Мама Очень Обрадовалась Посуда Конечно Была Дефицитом Отец Сел за стол Разлил По этим Чашкам Водку Последовательно Так Каждую Чашку Налил И Выпил А потом Спокойно Деловито Даже Раздавил Тоже Последовательно Одну За другой Все Шесть Чашек Вот Как Орехи Знаете Только Хруст Такой Зловещий Раздавался В общем Государство Подвело Итог Его жизни Подарком И он Подвел Свои Итоги С государством ЦК КПСС Президиум Верховного Совета И Совет Министров СССР По предложению Трудовых Коллективов Граждан По месту Жительства Местных Партийных Комитетов И советских Органов Приняли решение Об упразднении Имени Брежнева В наименовании Оскольского Электрометалургического Комбината Производственного Объединения Южный Машиностроительный Завод Новороссийского Цементного Комбината Колхоза Вяцановое Аргеевского Района Молдавской ССР Днепропетровского Металлургического Института Учебной Танковой Дивизии Средней Школы Номер Один Города Днепродзержинска Площадей В городах Киеве И Днепропетровске Морского Пассажирского Судна Стипендией Для студентов Московского Государственного Университета Имени Илона Ты мои думы мои Не ты мой дольки Осталась, доглядалась, где ж мені разділити, на Украину видити, на нашу Украину. А ты, людський раками, а я тут говорю.